В Карачае-Черкесии завершился оригинальный этап всероссийского конкурса «Мастер года-2022». И по этому случаю провели торжественную церемонию награждения. Она состоялась на базе Аграрно-технологического колледжа в поселке Эркен-Шахар Ногайского района, где и объявили победителем. Кто этот счастливчик и о важности самого конкурса расскажет Альбина Ламкова. «Образ современного педагога системы среднего профессионального образования постоянно повышает уровень педагогического мастерства. А конкурс «Мастер года» дает преподавателям эту возможность. Каждый из конкурсантов понимает, насколько это важно и старается, чтобы его труд успешно воплотился в образовательном процессе». Торжественная церемония по случаю завершения регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года-2022» запомнится надолго. И не только для конкурсантов, преподавателей профессиональных образовательных организаций, но и для гостей мероприятия. Со сцены звучали и торжественные речи, и любимые песни в исполнении артистов республики. «А для звезды, что сорвалось и падает, есть только мир, ослепительный мир». Ежегодно главная цель конкурса – повышение престижа педагогических профессий, распространение передовых идей в сфере образования и подготовки кадров, изучение и внедрение лучших из них не меняется. «Уровень среднего профессионального образования сегодня растет. О том, что наши выпускники, именно благодаря вашей каждодневной работе, коллеги, наши выпускники сегодня востребованы работодателем. Вот обращаюсь сейчас к конкурсантам. Вы все профессионалы своего дела». Всего за звание лучшего на региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года» боролись 10 кандидатов. Конкурсанты презентовали свои методические пособия и провели мастер-классы. В результате победителем стал преподаватель Аграрно-технологического колледжа Светлана Дюрменова. «За время своей научно-педагогической деятельности мной написано более 80 научных трудов. Имею публикации в российских и зарубежных журналах. Благодаря этому конкурсу мы повышаем не только свою квалификацию, но еще мы упускаем высококвалифицированных специалистов». Обращаясь к гостям церемонии, директор Аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев отметил о важности и значимости события. И о том, что это большая ответственность представлять республику уже на заключительном этапе конкурса. «Абсолютно уверенно могу сказать, что каждый из моих коллег-руководителей 24 часа в сутки живет судьбой своего коллектива, каждого ребенка. Сегодня колледжи республики являются категорией не только образовательной, это категория воспитательная». Победителя и призеров конкурса наградили дипломами и памятными подарками. А самое главное, все получили ценный опыт. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков. Весик Корчаева, Черкесия. Ногайский район.